Дед, я тебе пряников принес. Встречай! Что? Что такое? Дед! 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 Добрый день! Вы явились, не запылились? Ух ты! Я смотрю, вы к боевым действиям готовитесь? Да, к операции по принуждению к правопорядку. Я так и подумала, когда увидела столпотворение возле соседнего подъезда. Там скорый у гаражей. А что случилось? Не знаю. Как? Я думала, вы все обо всех знаете. Аншлаг! Это я! Добрый день! Привет! Что там за шуматоха у соседнего парадного? Убийство. Жертва какой-то пенсионера. Коваленко, кажется? Коваленко? Помню такого. Строгий был. Дед! За уши нас в детстве тягал. А как убили? Что там, обаворовали? Что люди говорят? Пока не знаю. Милиция еще не приехала. И я торопился к вам занести продукты. Вот, молоко домашнее, колбаса, сыр. Отставить продукты. Здорово, Серега. Ты опять насчет этой буржуйской коляски? Да нет, с коляской все в порядке. Где тут по другому поводу? Тут у нас вроде в соседнем парадном человека убили. Да, мне уже доложили. Убитый вроде как известный коллекционер. А что ты интересуешься? Старый знакомый? Или хочет дело себе забрать, да? Ну и то, и другое. Ну, славненько. Прямо гора с плеч. Значит, тогда направляю твоего напарника к тебе, Володьку. Хорошо. Адрес он знает. Давай, давай. Услышал, понял, побежал. Да, и ты там проследи, чтоб не натоптали до приезда наших. Понял. Это, конечно, не мое дело, но, по-моему, вы зря вернули электроколяску. Они бы в трансгазе не обеднели. Это действительно не ваше дело. Я не собирался возвращать коляску господам из трансгаза. Я отдал ее женщине с соседнего дома. У нее, у ребенка, ДЦП. Я думала, вы закончили мизантропу. Нет, я начинающий филантроп. Вопросы еще есть? Нет. Физические процедуры. Наша любимая. Ой, мне кажется, вы поправились. Куда? Туда. Стажер Скрипков. Стажер Скрипков? Не знаю таких стажеров. Слушай, мне Тетерева набрать? Кого хочешь, набирай. Какой ты нудный. Проходи уже. Студент. Стажер. Охраняй, охраняй. Сергей Юрьевич, я на месте преступления. Показываю. Похоже, нож воткнут прямо в почку. Профессионально. А шеи следы от удушья. Удар в почку, удушение. Хорошо бы знать последовательность. Прямо комплексное убийство. Мамочка. А вы, честно, не хотели бы сменить профессию? Но карьера судмедэксперта вас не привлекает? Вы опознаете, это ваш отец. Да любопытство или предложение? Нет, просто думаю, что если вы будете работать с трупами, это будет гуманнее. А я уж было подумала, что вы хотите в команду человека, которому доверять. Мамочка. 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 Так, это ты нашел тело? Да, я заехал в магазин, купил продукты, вышел из магазина и поехал к деду домой. В котором часу ты вышел из дома? В начале десятого, где-то в девять пятнадцать. Разве я вас спрашивал? Простите. Где вы живете? Цветочная семь. Итак, у нас полчаса на магазин, полчаса на дорогу. У нас провисает два часа. Я в пробку попал, в районе автовокзала. Ты целых два часа стоял в пробке? Да. Вы его в чем-то подозреваете? А где вы были в это утро? Я проводила сына и пошла в СПА-салон. Адрес дать? Дайте. Сейчас. Адрес. Скрипков, поговори с экспертом. Его зовут Виктор Александрович. Скажи, для кого снимаешь. Виктор Александрович, можно вас на минутку? Да-да. Помогаете Сергею Юрьевичу? Я рад, что он у нас снова в строю. Как у него общие дела? Да. А вы можете сами его спросить. Привет, Вить. Привет-привет. Воспитываешь молодежь? Давай-давай, но специалисты нужны. Если свой опыт передает легендарный, так сказать… Вить, извини. Что там по предварительному осмотру? По первичному удушению. Это было сегодня утром по времени, но я более точно скажу, после вскрытия. Душили веревкой, труп окончательно шевелился, сползал, но такое бывает. Убийца подумал, что Коваренко еще жив и решил его добить. Поэтому имеем удар ножом в правый бок, нож для вскрытия писем, он лежал скорее всего на столе у Коваренко. А следы взлома есть? Нет-нет, сигнализация на входе работает нормально, никаких тревожных сигналов не было. Чистый заход в квартиру. Очень похоже, что свои. Да, скорее всего. Да, кстати, там кроме двух картин из подрамников вырезанных, еще пропали вещи с секретера. Ну, вроде, вроде все. Будем работать. Спасибо тебе, Вить. Пришли мне заключения по вскрытию. Да, добро. Слышь, Скрипков, выясни у родных, что убитый хранил в ящиках стола. Возьми список всех, у кого могли бы быть ключи от квартиры и дуй ко мне. Есть. Послушай меня, сынок. Что? Очень важное сведение. Бабуль, ну вы поймите, что это не цирк, это убийство. Сведение важное. У вас сведение, это ко мне. Старшенький. А ты-то кто? Следователь-стажер Скрипков. Больно молодой-то. Студент. Мне надо к самому вашему главному. Такого-то главненький. Главному только по повестке, на допрос. Какой допрос? Зачем допрос? Зачем допрос, а? Я сама все расскажу. Сынок, тебе расскажу. Идем. Понял. Так. Я здесь живу. Вот. Послушай, сынок. Сегодня ко мне с утра скорая приезжала. Нет, так-то я частенько скорую вызываю. То сердце прихватит, то давление. Но вот сегодня я скорую не вызывала. А она приехала. Вы уверены, что не вызывали? Да. Вот и врачи так сказали. Склероз, говорят. А у меня с памятью. Все в порядке. Чертовая карта. Сергей Юрьевич, я все выяснил. Дочь Коваленко сказала, что из его письменного стола пропали деньги, коробка с личными фотографиями и письма. Слышь, хакер, проверь, была ли пробка в районе автовокзала? Ну, та самая, в которую якобы попал внук Коваленко. Сейчас все сделаем. Я также узнал, что ключи от квартиры были у дочки и внука. Ключи самого Коваленко мы нашли на месте в квартире. Также к нему в квартиру постоянно приходили медсестра Лариса Новикова и стажерка издательского дома Марина Голик. Ну, Коваленко был известным коллекционером, писал монографию о живописи первой половины двадцатого века. Он сотрудничал с фондом возрождения, давал им картины, антиквариат, письма для благотворительных выставок. А они, в свою очередь, оплатили его монографию. Почему в правый бок? Что в правый бок? Удар ножом был в правый бок. Коляска была передвинута к столу правой стороной. Проще было бить в левый бок. Сергей Юрьевич, смотрите. По показаниям внука Димы Коваленко, он был в пробке два часа, но на самом деле никакой пробки не было. Ну, так была тягучка, максимум часа пол. А потом на проспекте было свободное движение. Полчаса. Значит, полтора часа где-то провесили. Да, врет наш парниша. Врет. Он подозреваемый номер один. Я считаю, его надо колоть. Ну, колоть мы будем пока только орехи, ясно? Пока Волочка будет трусить внука, ты поедешь опрашивать медсестру, которая обслуживала Коваленко. Есть. Кто там? Добрый день, я из следственного отдела. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно войти? Конечно, проходите, пожалуйста. Пожалуйста, оденьте маску, а то я заболела, не дай Бог, чтобы вы тоже простудились. Спасибо. А вы действительно следователь? Вот. Вы не сердитесь просто. Вы слишком молоды. Я следователь-стажер. И у меня к вам дело. Сегодня утром убили Коваленко. Валерия Андреевича? Он был задушен в своей квартире. У меня будет к вам пару вопросов. Вы не против? Нет, конечно, задавайте. Я, господи, как задушен. Что за маскарад, студент? О, да у вас там прям эпидемия. Представьтесь, пожалуйста. Новикова Лариса Владимировна. Тридцать четыре года. Медсестра. Скажите, где вы были сегодня утром с девяти до тринадцати? Дома была. Я же болею. У меня грипп. Я вчера Коваленко звонила сказать, что я не выйду. А он трубку не взял. Я на автоответчик оставила сообщение, что меня не будет завтра. Ну, то есть сегодня. Что-нибудь подозрительное происходило в последнее время? Да нет, в принципе. Ну, ссора была. Приходил Петр Николаевич из фонда культуры. В общем, Коваленко обещал ему какие-то картины. А потом он сказал, что ничего не обещал, что ничего не помнит. Ну, вот они и повздорили. Большая ссора была? Ну, так, обычное дело. У Коваленко вообще очень сложный характер был. Поругались, погавкались. Петр Николаевич ушел. На этом все. Кто-то еще знает о ссоре? Да. Тогда, в тот момент, была девочка из издательства, Маша. Она присутствовала. А как вы попали к Коваленко в качестве медсестры? Ну, вообще-то, Коваленко был вип-клиентом в нашей двенадцатой горкомовской клинике. Он искал медсестру, обратился ко мне. А я медсестра со стажем, так сказать. Потомственная медсестра у меня. Мама. Медсестрой была. Он предложил, я согласилась. Все. Скажите, а вы знакомы с соседкой Коваленко? С бабушкой, которая живет сверху? Она жаловалась, что сегодня к ней был ложный вызов скорой. Какой еще ложный вызов? Скажите, как медработник, такое часто бывает? Действительно, там живет старушка, она такая бойкая женщина, но у нее частенько сердце схватывает. И скорая к ней часто приезжала. А сегодня я не знаю. Может, они... Какая соседка? Почему мне... Спасибо. Как... Да, Сергей Юрьевич. Слышь, студент, ты что там, охренел? Почему я первый раз слышу об этом? Прошу. Это Сергей Юрьевич, обследователь. Маша, я помогала Коваленко с издательством монографии. Очень приятно. Присаживайтесь. Я показания должна письменно давать? Да нет, это не допрос. Это просто беседа. Мы опрошиваем всех, кто был знаком с Коваленко. Я поняла. Я готова. Скажите, а как часто вы бывали у Коваленко? Да, почти каждый день. Мы ведь монографию уже почти закончили. Вы знаете, Валерий Андреевич, он был знаком с известнейшими личностями двадцатого века. Они... А скажите, а когда в последний раз вы видели его? Вчера. А что вы можете рассказать о ссоре между президентом благотворительного фонда и Коваленко? Вы имеете в виду по поводу картин? Ну, это и не ссора была. Они просто эмоционально поговорили и все. Коваленко что-то обещал, а потом забыл. Ну, вот и все. Я и не слушала сильно. А этот президент фонда... Какие у него отношения были с Коваленко? Какие деловые отношения? Коваленко давал в пользование фонду картины, письма. А президент фонда возрождения, Петр Николаевич Волошин, он в благодарность оплатил издательству монографии. Простите, как вы сказали, фамилия президента? Волошин Петр Николаевич. Волошин. Ну что ж, спасибо. Вы свободны. Пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. Студент? Сергей Юрьевич, вот эта девушка точно не имеет к убийству никакого отношения. Мне так кажется. Когда кажется, креститься надо. А ну дуй компьютеру и найди сайт этого фонда. Посмотрим, какой этот Волошин Петр Николаевич. О, письмо пришло. Это от эксперта. Заключение о вскрытии. Читай. Смерть гражданина Коваленко наступила вследствие асфиксии. Удар ножом в область почки наносился уже в мертвое тело. Интересно. Маниачество какое-то. Угу. Ладно, езжай, поищи скорую, которая приезжала по ложному вызову к бабке. Ну и перепроверь ее показания. Ну так, на всякий случай. Хорошо. Да, и найди мне сайт. Сейчас. Вот благотворительный фонд Возрождения. Разберетесь. Ну здравоствуй, Петя. Здравствуйте. Мне нужен Геннадий Светляченко. Ну, допустим, это я. И что дальше? Стажер Скрипков, помощник следователя. Можно вас на минутку? Скажите, у вас сегодня был ложный вызов? Да, был ложный вызов. И привидение было. Какое привидение? Ну, когда наши врачи пошли в подъезд, а я в машине остался, вот, загляжу, в зеркало мелькнул халат. А пока повернулся, гляжу, еще один врач, маски в халате заходят. Ты, Серджио, извини меня, что я без банка нагрянул, но я, когда узнал про Коваленко, думаю, надо мужика помянуть. Да. Помню, как он нас за ушли. Да. Особенно после того, как ты мечом его в Волгу попал. Ну да. Ну что, земля ему пухом? Да. Какая ж сука его. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Это я. Поговорил с водителем скорой, говорит, что краем глаза видел, как кто-то в одежде врача в подъезд заходил. Но доктора из его машины в то время уже были у бабушки. Водитель говорит, что прям привидение какое-то. Ясно. Ну, езжай домой, а завтра утром свяжись с этим фондом Волошина и кровь из носу, достань его личный мобильный телефон. Понял, сделаю. Все, давай. Доктор, привидение. Сэрджио, слушай, у нас три года назад в доме через дорогу доктор помер, ну как помер, повесился. Так народ говорит, что видели его после этого неоднократно, между домов ночью ходит и вот именно так одет. Маска марлевая, халат доктора. Ты еще скажи, что я его лично видел. Я не видел. Но считаю, что полностью сбрасывать со счетов возможность появления привидения нельзя. Я думаю, что здесь все проще. Вызов скорой – это прикрытие. Ну, чтобы незамеченным в подъезд войти. Ну, получается, что злоумышленник твой боялся, что его в лицо узнают. Вот именно. А еще думаю, что этот доктор хорошо знал, что к старушке очень часто приезжает скорая. Ух ты! Эй, дирижер! Наушники сними, а то твоя умца-умца со всем тебе разум децибелами забьет. Сергей Юрьевич, это не умца-умца, это классика. Между прочим, ученые установили, что классика положительно влияет на работу мозга. Вот, послушайте. Скрипочки, дырочки, тоску наливает эта твоя сороковая симфония, а не активность. Сергей Юрьевич, я не знал, что вы в Моцаркте… Ты Волоши на телефон достал? Да. Вот. Слушаю. Привет, Петя. Как жизнь? Узнал? Ну, как мне узнать начальника? Че надо? Да так, ничего. Встретиться не хочешь? Старое вспомнить, за жизнь покалякать. Ой, да не смеши, покалякать он хочет. Говори сразу, что надо. Ладно, там есть пару вопросов по одному погибшему, но ты его знаешь, Коваленко. Некогда мне сейчас. Внука Коваленко испили вчера ночью. Я к нему в больницу еду. Ладно, хорошо. Потом поговорим. Слушай, значит, езжай в больницу к внуку Коваленко, узнай там все, что, где, когда. Планшет там сильно не свети. И да, что хочешь сделай, но привези мне сюда этого Волошина. А если он не захочет? Я не понимаю, зачем домофон, если дверь снова не заперта? Здрасте. Это я протуканил. Извините. Можно идти? Да. Здрасте. Здрасте. До свидания. До свидания. Как это не важно выглядеть? Плохо спали? Угу. Я музыку всю ночь слышал. Классическую. Да, я вижу, у вас, видимо, была очень музыкальная ночь. Ну что ж, давайте от музыки перейдем к физическим упражнениям. Вы не против, если я приберусь? Нет, оставьте, я сам. Приступим. У вас что, совсем совести нет? Я… Ну что вы по одному ходите? Я уже одному следователю сказала, завтра приду на ваш допрос. Или вы думаете, что это я отца убила, а сейчас убегу из больницы, где лежит избитый сын? Так я… Ты кто? Никонов. Меня Никонов прислал. Я стажер, он сказал, иди к Петра Николаевича и привези ко мне, иначе не возвращайся. Никонов? Да, да. Ладно. Жди здесь. Как вы думаете, кто из них мог бы быть убийцей? Он. Есть в нем что-то опасное, но в то же время очень приятное. А вот и он. Крайне опасный человек собственной персоной. Между прочим, первый раз в тюлягу его засадил мой отец. Может, останетесь? Ну, пообщаться. Сами сказали, что он вам привлекателен. Да, почему бы и нет. Добрый день. Мадам. Ну, здравствуй, Петя. Здравствуй, начальник. Вижу, тебя жизнь крепко шваркнула, да? Зато ты цветешь, как Роза Майская. Олигархом стал. Прошу. Прошу. Ты знаешь, а я себе так все, в принципе, и представлял. Думал, если выживет Петя Волох, бывший кассир ОПГ, значит, обязательно станет известным бизнесменом. Только я одного не могу понять. Зачем тебе эти все культурные фонды, выставки? Петь, ты же отмываешь деньги со свечного заводика. Да, выжил я. И свечной заводик построил. И не один. У меня пять крупных компаний было. И семья была. Сын родился. Только через два года его не стало. Порох сердца. А через год и с женой разошлись. И вот остался ее один. С большой кучей бабла. А нафига, но мне надо одному. Вот и решил о душе подумать. Ладно, не будем трогать твою многострадальную душу. Скажи, а чем ты связан с Коваленко? Ну, Коваленко в моем фонде принимал активное участие. Даже две картины как-то пожертвовал для аукциона. Мы их хорошо продали. Купили аппаратуру, оборудование, детскую кардиологию. Вот так. А поссорились перед смертью Коваленко из-за чего? Да, поссорились. Громко сказано. Просто у старика на старости лет мозги плавиться начали. Здесь помню, здесь не помню. Он мне картины пообещал для аукциона. Я их заявил. А когда дело дошло, он в отказ. И потом кричать еще начал. Вы меня ограбить хотите? Ну, в общем, где-то так. Но ведь и ограбили, и убили. Видишь ли, начальник, был я на хате у Коваленко после этого. Видел, что украли у него мазню копеечную. А рядом, между прочим, висели полотна модернистов тридцатых годов. По сто штук баксов каждый. Это значит, грабители в искусстве не разбирались. Можно сказать, полные лохи. А не думай, что внук Коваленко навел грабителей гопников. Ну, а те потом, когда поняли, что картины фуфло, просто настучали ему по голове. Дима здесь ни при чем. А избили его совершенно не поэтому. А почему? Извини, не могу сказать. Я ему дал слово. А мне, прости, пора, дела. Ты что, бывай, начальник. Спасибо. Не за что. Я провожу. Очень непростой такой мужик. Да. Времена суровые его воспитали. Простите. А можно вопрос? Вы давно знаете Никонова? Давно. А отца его вы знали? Знал. Но о нем я предпочел бы не говорить. С такой красивой, но незнакомой мне барышней. Мочь какая-то получается. Картины левые прихватили. Письма архивные взяли, которые продать-то некому. Да еще и человека жизни лишили. Решили. О чем вы говорили с Волошиным? О чем? О чем? Я просто попросила его приходить к вам почаще. Вам необходимо общение. Может я буду сам решать, необходимо мне общение или нет? Хорошо, решайте сами. И вообще ваша инициатива… Блин! Совсем забыл. Мне Маша, Маша Голик рассказывала, что совсем недавно Коваленко попросил ее отсканировать все свои архивные фотографии. Я просто не успел вам рассказать. А может ты знаешь, кто убил Кеннеди? Просто не успел рассказать? А ну давай бегом к этой твоей Маше, перекачай тебе отсканированные фотографии, потом в больницу к внуку Коваленко. Узнай, за что ему набили морду. Есть. Я думаю, моих инициатив на сегодня достаточно. Всего хорошего. Чао. А ваш начальник? Что с ним? Так, на задание ранили. Я вам в другой раз расскажу. Все. Есть. Ну, я тогда пойду? Да. Я вам позвоню, если что. Звоните. Обязательно. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Что? Это не запись, это стрим, чтобы следователь мог тебя видеть. Ты не против? Вы только маме не говорите. Не будем. Я, в общем, играю в покер. Играл в покер. Ну и проиграл много. Мне неделю дали, чтобы долг собрать. А у меня только треть. В общем, в тот день я по друзьям ездил. Думал, да собрать. Собрал половину. А потом деда убили. Я позвонил Волошину. Рассказал ему все как есть. Он сказал, что добавит. А потом меня возле подъезда накрыли. Сзади грахнули по элове. Я и сказать ничего не успел. Возьми адреса друзей ко мне. Можешь тогда дать адреса друзей? Да. Петр Николаевич, закончили. Мы проверим эти данные. Если Дима говорит правду, то у него будет железное алиби. Кстати, сколько он должен? Он уже ничего не должен. Ему должны. Понял. До свидания. Бывай. Бывай. Идем Любимый, дорогой мой родственник, что бы мы без тебя делали? Спасибо тебе, что ты нас не оставляешь. Сергей Юрьевич, у Волошина и Лены Коваленко, любовная связь. С ума сойти, из чего ты взял? Я только что видел, как они целовались. Значит, у Волошина был прямой мотив убить Коваленко на следство. Да, чем не версия? Вот только что теперь делать? Думаю, нужно вызывать группу захвата и брать Волошина прямо здесь. Да, правильно, группа захвата и пару танков в подмогу, ну так, чтобы наверняка. Не бари горячку, студент, дай подумать. Спокойно, не дергайся, студент. Эх, милейший. Привет, Беть. Здорово, начальник. Уделишь пару минут? Давай, только быстро. Я там в прошлый раз забыл спросить, какие у вас отношения с Леной Коваленко? Так, чтобы тему закрыть сразу. Мы с Леной уже год собрались подавать заявление в ЗАГС. А Коваленко поставить перед фактом он, конечно, бы не одобрил, но... Кстати, чтобы в дальнейшем не было вопросов, Лена в то утро была со мной. Ясно? А почему ты уверен, что алиби Лены снимает все вопросы? А может, ты специально ради коллекции Коваленко Лени голову задурил, а потом пришил старика и свалил это все на непрофессиональный грабитель? Фантазия, начальник, у тебя, как всегда, буйная. Хочешь подозревать меня, подозревай. Но только Лену и Димку не трогай. Они теперь моя семья, понял? Бывай, начальник! Ну, бывай, бывай. Фотки копируются. Я проверил алиби Димы, его друзья подтвердили информацию. С внука подозрения пока снимаем. Волошин и Лена остаются подозреваемыми номер один. Медсестра-сиделка. Ты что-то о ней узнал? Да, но немного. Она действительно работает в 12-й больнице, бывшей Горкомовской, там же, где ее мать. Тогда завтра с утра едешь в больницу, поговори с коллегами, расспроси старшую медсестру о Новиковой. Ну, для вида скажи, что ищешь хорошую сиделку для инвалида. Наша задача узнать, почему именно ее выбрал Коваленко. Понятно? Понятно. Разрешите идти? А архивное фото? А, сейчас. Секунду. А тут и семейные, и рабочие. Стоп. А ну, назад. Еще назад. Стоп. Ну, вот это жена. Вперед. Тогда кто это? Не знаю, может, родственница какая-то. Да, фотка старая. Интересно увидеть эту девочку сейчас. Есть прошка, в которую можно загрузить фото ребенка и увидеть, как он будет выглядеть во взрослом возрасте. Попробуем? Ну, давай. Загружай свою программу. Чай будешь? Да. Ничего плохого про Новикова сказать не могу. Работник она хороший, специалист отличный, дело свое знает, никогда не подводила. Жаль, что из больницы уволилась. Добрый день. Секунду. Спроси, ее мать работает еще? А мать Новиковой работает в этой больнице? Что вы, она давно умерла. Лариса свою мать очень любила. Ведь когда-то мама ей жизнь спасла. Попроси поподробнее. А что случилось? В девятом классе у Ларисы начались проблемы с почками. Нужна была срочная пересадка. Семья небогатая, денег на донорскую почку не было. Ну, тогда мама решила свою почку дочери отдать. Самое здоровье было не ахти. А через два года после операции она умерла. Сама умерла, а дочь свою спасла. Скинь мне номер ее телефона и езжай сюда. Аня! Да? Мне нужна ваша помощь. Да, я вас слушаю. Наберите вот этот номер телефона и скажите, что нужна сиделка для инвалида. Спросите от сыния и пригласите на собеседование. Я предлагаю вам стать участником раскрытия преступления. Здравствуйте, я Лариса Новикова, медсестра. Да-да-да, мы вас ждем, проходите. Спасибо. Я как раз вам звонила. Здравствуйте. Так, это за вами уход нужен? В данный момент мне нужно от вас чистосердечное признание. В чем? В убийстве отца. Коваленко же ваш отец, не так ли? Стихотия. Стихотия. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не хотите говорить? Давайте начну я. Когда Коваленко взял вас к себе на работу, вы спустя какое-то время узнали, что он ваш отец. Но вы решили ему не признаваться. Вы уже тогда приняли решение убить его. Мы не знали, как это сделать. Сора Коваленко с Волошиным оказалась очень кстати. Вы все хорошо продумали. Вечером позвонили Коваленко и сказали, что заболели. Вы готовили алиби. Утром перед убийством вы сделали ложный вызов скорой к соседке, чтобы под видом врача скорой в докторском халате и маске незаметно пройти в подъезд. Коваленко, скорее всего, еще не прослушал автоответчик и ничего не заподозрил. После того, как вы задушили Коваленко, вы ударили его ножом в правый бок. Именно правую почку вырезали у вашей матери, чтобы пересадить вам. После убийства вы срезали картины, имитируя ограбление. И забрали коробку с письмами и деньги. Скажите, а как вы узнали, что он ваш отец? Он с бумагами работал и уснул. А я хотела порядок на столе навести и наткнулась глазами на конверт. А на нем почерк мамы. Я, конечно же, его взяла, достала. А там фотография. Мама, я маленькая, и он. И письмо, в котором мама пишет, что мне очень нужна операция, что его дочь может умереть. Она еще фотку вложила, хотела, видимо, на жалость пробить. К совести его взывала. Да только нету таких людей совести. Из-за этой мрази мать моя умерла, меня спасая. А эта сволочь жила, богатела. Жизнь радовалась. А потом на старости лет грехи решила свои замолить. Меня нашел, нанял за ним, бедным, больным, ухаживать. Даже словом, словом не признался, что он мне отец. А на меня, видно, так. Просто любопытно было посмотреть. Знаете, что я вам скажу? Я ни о чем не жалею. Собаке собачья смерть. Значит, он знал, что берет в сиделки родную дочь? Конечно, знал. Слова его последние. Знаете, какие были? Доченька, не надо. Не надо, доченька. Доченька. Сергей Юрьевич, пазл сложился, это был Волошин. Сначала он украл ключи у Лены, потом завалил старика. Позвони Володе, скажи, что везешь к нему убийцу. Пусть оформляет. Чистосердечное. Вот так. Это же как сильно надо ненавидеть своего отца, чтобы решиться на убийство. Да. Сюжет прямо по Шекспиру. Пойдемте делать массаж. Только без пререканий, споров и... Да, пойдемте. Без пререканий и споров. Да. Шекспирус. Шекспирус. Шекспира. Субтитры создавал DimaTorzok